Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 3 июля и наконец-то я добралась, чтобы снять видеоролик о том, какие томаты поспели в теплице. Потому что я до этого все в открытом, в открытом грунте, все там подвязывала, посынковала. Некогда было в теплицу заходить, но вот сегодня я провожу полив, тоже обрезала лишние листья, посынковала. И раз я здесь все равно шарюсь, я как раз сниму, сейчас вам покажу все томаты, которые у меня поспели. Сразу скажу, что крупноплодные томаты у меня еще нет спелых, они вот уже все налились и можно сказать уже переходят в фазу молочной зрелости, но еще спелых нет, пока довольствуемся спелыми только теми, которые не крупные. И вот как я вчера уже показывала, в числе первых поспел монгольский карлик, я вчера показывала другой куст, где там буренький плод, но вот на этом кусте прям полностью спелый монгольский карлик, это вот он у меня в числе первых, его вот в таком состоянии можно уже и кушать, но я его кушать конечно не буду, у меня все они первые крупные уйдут на семена, пока он будет дозревать до такой, до нормальной фазы спелости. Все, сейчас пройду в другой ряд, там протиснусь. Сейчас снимать не очень удобно, конечно, они все уже, растения разрослись, но я так хотя бы по минутке, по две каждый плод вам спелый покажу. Ой, извиняюсь, спеет конечно же вот спиридон, вот этот скороспелый, это как раз тот спиридон, который обрезанный, который я удаляла верхние кисти лишние для получения раннего урожая. Рядом, который ничего не удаляла, он тоже начал спеть, но немножко как бы попозже, и плоды у него помельче. А этот уже полностью спелый, есть плоды. Начала спеть джина, но вот только-только первые плоды на каждом кустике по одному, по два. Вместе со всеми начал спеть толстый джек, ой, снимать очень неудобно, я так прям... Ну традиционно у меня одним из первых всегда спеют русские колокола, тоже только начало созревания. В этот период у нас нет еще таких массовых, как массового созревания, чтобы можно было ходить там ведрами или чашками собирать. Ну так вот, по две, по три помидорки на каждом кустике, я их конечно не срываю, но спеть они уже спеют. Ну и в лидерах по массовости созревания, как я вчера уже говорила, вот эта красная дробь, этот подкидыш, который попал ко мне вместо черного принца, зато спеет хорошо, уже два раза вот с этого куста я делала салат, снимала. Ну короче, от кого не ждала, вот тот поспел в первую очередь. Ну конечно, слов нет. Больших томатиков спелых еще нет, они еще у меня вот в такой... Они конечно налились, они все здоровые, хорошие, но все еще зеленые. У нас для Сибири, для крупноплодных это конечно рановато. Нас подвели нынче морозы весной, когда я высадила в теплицу все томаты в конце апреля, а 17 мая у нас был вот этот продолжительный мороз, когда замерз Демидов на улице в теплице, тоже пришлось им не сладко. Так что спеют пока только мелкие, но будем ждать.